В своем обзоре эмуляторов Xbox 360 для персонального компьютера я вскользь заявил, что рабочего эмулятора PS3 не существует. В своих видео я стараюсь основываться на первоисточниках, в данном случае официальном сайте эмулятора PS3 под названием RPCS3, где черным по белому написано, что запуск коммерческих игр в данный момент невозможен, и вообще эмулятор очень сырой. Бдительный зритель возразил мне, как же, недавно же обновили, и там еще больше запускаемых игр поддерживается. Хочу сказать спасибо за этот комментарий, и поскольку тема интересна не только нам двоим, хочу на него ответить в этом видео. Основная проблема, что сайт этот на русском языке. Все вы прекрасно знаете, как я отношусь к любым переводам. Если бы официальный сайт эмулятора был русскоязычный, базару нет. Но в данном случае сайт эмулятора англоязычный, и давайте обратимся к первоисточнику. Там есть форум по запуску коммерческих игр, то есть доступных на дисках или в PlayStation Network. Нас здесь интересуют два раздела, полузапускающиеся и запускающиеся. Начнем с полузапускающихся. Как видите, список тайтлов умещается на одну страничку, и все они пиздец какие известные, интересные и нужные. Одни прям PS3 эксклюзивы. Из более менее известных названий только Street Fighter 3 и Sonic CD. При запуске Street Fighter видна заставка и основное меню, а также боковое меню. Самих персонажей не видно. Ни о какой игре на данном этапе не может быть и речи. С Sonic'ом ситуация немного лучше, он запускается, но тормозит безбожно. Мне кажется он дает пол фпс, то есть один кадр отрисовывается за 2 секунды. Кроме того, последние доработки эмулятора и вовсе вешают игру. Тоже неиграбельно. Переходим к разделу играбельных игр. Здесь список гораздо скромнее, и состоит из всего одного тайтла, Tetris'а. Идет он более-менее сносно, но я блять всегда мечтал поиграть в Tetris на 5 ГГц многоядерном процессоре с водяным охлаждением и 16 гигами оперативки. Один только этот процессор сравним по цене с прошитой PS3 в сборе. Так что мое утверждение остается в силе. Несмотря на то что работы идут, достигнут определенный прогресс и вообще ребята молодцы. Рабочего эмулятора PS3 на персональный компьютер на данный момент не существует. Нельзя взять первый попавшийся Blu-ray с эксклюзивом типа Heavy Rain или Metal Gear Solid 4 и начать рубиться в него на компьютере.